В завершении дня, проведенного моей любимой паланги под шум Балтийского моря, я пришел в Паланский парк, сейчас он называется Ботанический сад, и увидел вечерние подсветки. Одно время здесь как-то не работали, во всяком случае в такое время года мертвого сезона, а тут смотрю, как раз вдоль аллей разместились современные фонарики, и да, я думаю, прогуляюсь по моему любимому Паланскому парку. Тоже вот удивляюсь, сколько видел разных парков, но этот, наверное, один из самых оригинальных, ну хотя бы потому, что он расположен на берегу моря и выходит на белые песчаные дюны. Интересен по своей планировке, хотя бы потому, что создан он на основе соснового леса, хотя не всегда так было. Первоначально это была болотистая местность, и где-то 150 лет назад здесь были высажены первые посадки под руководством бельгийского садового мастера, садовника Андре, которого пригласил сюда владелец этого места граф Тышкевич. Тышкевичи пользовались этим поместьем до 40-го года. Напротив дворца статуя Иисуса Христа, благословляющая Иисус Христос с распростертыми руками. Была трагичная история этой статуи. Она была утрачена в советские времена и так не смогли фигуру найти. И уже в 90-е годы создали новую статую взамен утраченной. Когда я сюда приехал, уже в 90-х годах, я даже удивился, никогда не думал, раньше не писали, не говорили о том, что здесь была такая красивая статуя, благословляющая Иисус Христос. Но вот сам дворец представляет собой типичный классический особняк. В нем сейчас находится знаменитый Поланский музей янтаря. Это один из двух музеев янтаря, бывший в Советском Союзе. Еще один находится в Калининграде. Вот здесь совсем в темноте, плохо видно. Прудики. Здесь обильно плавают утки, лебеди. И вот впервые, когда приезжаешь, всегда что-то новое видишь. Здесь вот очень интересно, даже как-то романтично опять-таки. На замерзшем прудике катаются одинокие любители конькобежного спорта. Как приятно так покататься в таком парке, при том под шум моря. Ну что ж, пойду дальше гулять по моему любимому Поланскому парку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.